И не имеют ни одного чертения досуга, и они здесь делают шикарный совершенно клуб. Назначились помойки, разные диваны, столы, стулья, и теперь там заседают. С 12-го года строят новую школу, с 12-го года, и в очередной раз перенесли срок строительства, должны были сдать 18-го. Но сейчас неизвестно когда, потому что очередной дом, коробка возводится. Прошу прощения. Это вот это, это среднекузьминское хранилище называется. Оно, значит, вот так уже... Да, здесь вообще 5 видов животных, где-то 6. Это вот андатры, бобры. И рассчитать нормативы, необходимые под количество жителей и, соответственно, по застройке. Другое дело, что я считаю, что нормативы эти нужно пересматривать. Земля народная, по дешевке была скоплена вообще задешево. Сейчас она стоит бешеные деньги, и все владеют. Один, это было в каких-то 90-е? 90-е. Лихие, да. Поэтому, в результате мы с вами здесь найдем правды. Вот единственное, за что можно зацепиться, за реку. Нужно сначала, действительно, земля продана здесь с обременением. И это есть. Я распечатала, посмотрела, обременение есть. Вот, единственное, за что можно зацепиться. Соответственно, мы можем требовать, чтобы нам благоустроили, ну, можно же сделать набережную, можно же сделать дорожки. Можно же сделать дорожки. Ваша головная боль вот в этом квартале, скажем так. Моя головная боль, это весь Ленсоветовский вообще-то. Потому что то, что творится в Ленсоветовском, это мы не постижим. Это нельзя допускать, чтобы четверть квартир была, в частности, детским сиропом. Что, ребята, и так тяжело социализируются. Конечно, очень печально, что у нас расселяют коммунальные квартиры, многодетные семей. Они заселяют дома, которые не имеют совершенно никакой инфраструктуры социальной. Абсолютно. Разбрешение на торговлю есть? Нет, конечно. У вас есть раздвешение на торговлю? Нет. Зачем снимать? Зачем снимать? Мы имеем право снимать. Закон нас не пишет. Вот, будем все поближе к купить. Зачем не снимать? А что покупать, когда рядом, рядом, здесь строительство, здесь строительство. Вот, смотри. Здесь ничего нет. С больным ребенком едешь, едешь, а там начинаются пробки. Ребенок на руках плачет. Невозможно никого. Здесь только терапевты. И у взрослых, и в детском отделении. Готов. Надя Геннадьевна, какое впечатление? Здесь жители пригласили поселок Ильянсоветовский посетить, собственно, их кварталы, посмотреть, как же они живут. По цели обращения, я приехала. Что говорят жители? Мы не нужны. Нас не замечают. Мы броши.